Вот, один звонок, куда надо, и всё помогло. Ну, кстати, пса в заявке не было. Опять протолкнули своих каких-то. Чтобы вы примерно понимали, чтобы вы понимали, Кен Гриффин Джуниор Пресс-Энс MLB — это довольно хардкорный симулятор бейсбола, особенно на Снессе. Хоть я игру и считаю, типа, самой кошерной, лучшей, замечательной, великолепной и вообще самой прекрасной, там очень серьёзный искусственный интеллект, который может дать просраться, как не в себе. Поэтому я очень надеюсь, что мы закроем эту игру довольно быстро. Потому что эстиммейт в 30 минут — это очень много. Я понимаю, что он всегда делается с запасом, но если GCR настолько не уверен в себе, то он нас может ждать довольно неприятная игра. Так, у нас будет играть Миннесота Твинс против Сиэтл Маринс. Миннесота Твинс, я очень рад, чтобы быть здесь, в Миннесоте, и я надеюсь, что это прекрасный день бейсбола с лучшим ребёнком. Угу. О, ты говоришь о том, что не волнуйся о том, что он просто... Не волнуйся о том. Угу. Если мне про... Вообще-то собака заёль... У меня в этой не было написано, кстати. У меня чистый GCR был. Ну, я врать не буду. Просто здесь у нас в комментаторской написано «Только GCR». И на SNES у меня есть. Но, честно, если я правильно помню по статистике, Сиэтл Маринс намного хуже, чем Миннесота Твинс. Но я могу ошибаться. Так что... Будем смотреть, как собака будет выносить спидранера. Или спидранер будет выносить собаку. Короткие правила. У нас есть подающий и отбивающий. Подающему нужно сделать так, чтобы отбивающий не отбил. Отбивающему нужно сделать так, чтобы отбитый мяч... Окей, это было быстро. Отбивающему нужно сделать так, чтобы отлетевший мяч... В идеальном случае сделал хоум-ран. То есть вылетел на трибуны. Если его берет игрок за пределами стандартной нашей линии бега... То, соответственно, он должен перекинуть его на линию. Если игрок отбивающий успел добежать до следующей базы... Он там и остается. Если не успел, он вылетает. Соответственно, команде, которая защищается, нужно сделать так, чтобы никто из игроков... Отбивающей команды не пробежал по полю... Команде нападающей, желательно все мячи посылать в хоум-ран. Сколько точно, я не помню, честно. То есть... Раз, два, три... Внутри поля на этих базах. Ну и четвертый стоит, соответственно, за этим... За отбивающим. По три вроде бы вне круга... И по двое в самом дальнем конце поля, можно так сказать. Но я могу ошибаться, если честно. Я очень давно правил не помню. Хороший мальчик немножко психанул. Че творит? Если принимающий с перчаткой поймал мяч до того, как он коснулся травы... Это автоматический аут. Если он коснулся травы, его надо перекинуть уже, соответственно, в этот внутренний круг. Замечательная игра, я даже уже не знаю, что комментировать, то что... Так ощущаешь, он пытается, наоборот, собаку... Типа такой, о, смотри, смотри, сюда нажимай, оп, я победил. Че творит? Эть, все равно аут. Не, то, что собака играет одна, это да. Прикол в том, что он такой, типа, смотри сюда, смотри сюда, ай. Зимой ранили из дома, о, прикольно. Дайте просто смотреть на собаку, не на геймплей. Ну, кстати, в версии на SNES присутствуют оцифрованные голоса знаменитых... Не хоумра, к сожалению, ну ладно. Довольно много времени. До второй базы добежал, нормально. Реальные голоса знаменитых топовых комментаторов бейсбола. О, кстати, хороший тоже сейчас удар был. Хороший. Давайте делаем ставки, хоумран сделает пёсик? Дайте, кто сколько ставит воздушных денег? А их был фолл. Фолл, если я не ошибаюсь, при неправильном отбитии. То ли не в той позиции, то ли неправильным... Скажем так... Рикошетом. Там про какого-то спящего. Блин, я, честно, не смотрел. Спящего мужика, который надо провести. По каким-то... Как это? Загадкам. Просто примером тогда я пойму, что это за игра. Красивый сейчас аут, кстати, был. Прям вот в перчатку, можно сказать, прилетело. Это что, эмулятор сейчас был? Фу! Вы что, эмулятор пока... О-о-о-о-о-о! Чуть-чуть был. Так, у нас... Так... Просто покормил такой пес. Че? Не, я же ничего не нажал. О-о-о-о-о! Все понятно. Все понятно. Сырные ромы получаются. Все понятно. Еще и Windows 11. Что это за эти микро? Ух... Это была скрытая реклама Windows 11. Так, Питчер Гудбой у нас. За битой вест. На первой базе... Вазе, господи. На первой базе. Не успел прочитать. Ты готов? Попробуй. Ты хочешь? Там надо было две кнопки нажимать, одна поднимаю. Блин, тогда я точно сейчас не скажу, что это было. О-о-о! Ух, хорошая! Он знал, что точно будет происходить. Хорошо, хорошо. Внимание на 1. Ты готов? Да, на каком-то то ли ЕСи, то ли ГДК в Bioshock тогда встроили прикол, что типа, Винда обновляется. Тут они вообще просто взяли и рекламу эмулятора, и Windows 11 ставили. Да что ж такое? Сидай, сидай. Хорошо, хорошая. Осуждаем такое. Девяносто три километра в час. Километры. Мили, господи. Что такое мили вообще? Что это? Фолл получился, потому что на свою территорию можно так сказать. Вот это удар хороший, есть время, есть время добежать. Нет. Не хватило времени добежать до базы, к сожалению. Ну и ничего страшного. Успеет, успеет. Успеет, успеет. Ладно, успели. На первой и второй базе у нас, по крайней мере, есть по-человечку. Так что, делаем ставки, хоум-ран будет? М? Песик-то может, вполне себе. Ну вот захочет ли? Это уже другой вопрос. Что? Песик? 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 Песик старается. Давайте будем честны. Не у каждого все получается даже со второй и третьей попытки. Песик старается. Песик старается. Ну, а пока мы смотрели все это, это очень круто, чтобы услышать немного про контроллера и все от Джей Сарж. Привет! Джей Сарж устал сидеть на коленках. Вообще-то некрасиво вот так вот сидеть перед камерой. Может камеру повернете немножечко. Бро. Да иди сюда. Игра там и сама играется. Пес уже уходит. Пес уже уходит. Пес такой, не хочу я это уже спидрайдить. Господи. Успокойтесь. Пес уже уходит. Пес уже уходит. Пес уже уходит. Да, это уходит. Итак, мы и оригинальный контроллер из Геймкуба. И это было хорошо. Но это действительно ограничено, что мы могли попробовать. И вот, мы построили контроллер без пайвуд. Так. Вроде сейчас игра начинает регулироваться в пользу гудбоя. Вроде бы. Но вот на отбитии, конечно, тут идет не так. Так. Мы все поддерживаем песика. Мы посылаем ему лучи добра и... Тренировок. Давайте. You're the best! Та-ра! Что-то там еще. Я не умею петь. Ла-ла-ла. Песик старается. Поэтому истимойт у нас в 30 минут. Я теперь уже понял, почему. Песик будет стараться. У нас все равно задача просто выиграть матч. Что-то, конечно, быстрые какие-то замены у нас в бейсболе. Немножечко. Первый раз такое вижу. Ну, ладно. Тренеру виднее. Все? Пять миллионов пройдено? Как я понимаю. Зато... Можно... Да, вроде как собрали пять миллионов. Мы рассчитываем тебе меньше, чем три. Ух-х-х. У нас время. Ух-х. 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 мне кажется даже дело не в песике а в джейсаре который немножечко рано дает команды или поздно я честно не знаю как у них там input lag но по крайней мере не дает возможность врагу нормально бить мне кажется сейчас проблема даже не в силе удара в направлении чуть бы подвинуть персонажа был бы о как там тому же кричалки вход идут не удар сейчас нормальный хотя бы до первой базы добежал уже неплохо уже неплохо ребята но и я думаю что сейчас именно проблема в проблема исключительно позиционирование игроков на отбитии не ну по крайней мере у нас все игроки заняли можно сказать базу а мы врагу не дали так на первой базе отлично наша задача сейчас просто набрать очков больше чем соперник если есть правильно понял по статистике у нас есть одно очко как минимум что уже неплохо так 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 все все успели все успели все успели ну вот видите пёсик старается пёсик молодец 13 58 все 14 минут у нас как мы потеем все раз все один на базе есть не успел и мы словили софт-лок мы чуть не словили софт-лок сейчас капитально причем так второй на базе отлично видите мы выправили игру немножечко все нормально народ уже поддерживать нет всего у нас два очка даже 2-1 мы ведем так что все хорошо пёсик выдает нам базу как говорится так всех сейчас выбили отлично не даем врагу шанс просто можно сказать сразу направляем все его мечи и к нам перчатку 2-1 нашу пользу пёсик как говорится секира как раз но может быть дан флэш проснется как раз нет он еще к сожалению не в сети но тем не менее еще и музыку сейчас по другим я не знаю как это комментировать но тем не менее пёсику реально клапа пёсику реально клапа потому что он старается и он выиграл для нас 2 очка а я напоминаю мы играем с вами на снэс так что поддерживаем пёсика поиграем мускулами конечно не успели к сожалению чё-то как-то немножечко просели не успели к сожалению здесь мы не успели замена пройдет сейчас что замена была да да поход замена была о-о-о ну хум-ран пёс сделал хум-ран пёс сделал хум-ран ну и тут реально клапа ребята тут реально клапа пёс сделал хум-ран никто на это ставки не делал но пёс сделал хум-ран 3 1 в нашу пользу 3 1 надеюсь про я просто честно не знал что пёс был заявлен но пёсик сделал хум-ран это достойно уважения успеет успел а вот дэннис ютуба давно в масло в сэпере играл а не успел не успел я же заявлен на расписание не просто я на эссорка смотрел исключительно человеческие спидраны скажем так тут у нас немножко проблемы мы конечно сделали хум-ран на счет 3 3 немножко напряглись немножко напряглись а тем временем мы перевалили отметку уже за 21 минуту и чьи колени поставят под угрозу весь спидран мы не живодёры пёсика не тронем но не успеет не читаем мы видели что-то мы видели все что-то что-то угрозу все 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 Мы четыре коленки, это четыре коленки. Так, вы были одного. Второго мы были. На первой базу успел. Я уже что-то волнуюсь, что софт-лок будет. Так, нам нужен еще один аут. О нет, все отлично, отлично. Не дали врагу, не дали врагу. Смотрите. И бутон. Так, мы в конце концов. Это не статистически лучшие бутонки. Но это просто будет намного интереснее. Давай. Так, неплохо успел. Успел добежать. Что-то они так не хотят двигать отбивающего. Я немножко не понимаю. А, они попытались сейчас сыграть в заблокирование, но это вообще, на мой взгляд, очень тупо. Потому что до первой базы тогда вообще не успеет добежать. Это просто мои игры. Мы попадем в голову противника. Ты делаешь очень хорошо. Спасибо за внимание. При отбитии у вас практически рядом с отбивающим падает мячик. Игрок должен быть довольно в хорошей кондиции, чтобы прям по-спринтерски добежать до первой базы. Чаще всего таких игроков тут нет. Нет. Финал получается. Хочется. Добрый парень. Хорошо,めっちゃ. Ну это хороший парень. Во, удачи. Два отбитии у вас. Добрый парень. Хорошо. Нам нужно еще один отбит. Игрок должен быть полет. Три отбитии у нас, это то, что мы надеемся. Их-хохо. И мы выходим в drafting, ребята. Мы готовы к обживанию в этой игре. Давай, поехали, ПБ. Ты готов? Поп까요? В lukepa. Будем надеяться, что Петя к нам сейчас принесет победу Ну, что-то прям рановато, он прям очень Успел, 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 успел бежать Тем временем 25 минут у нас О, ну, эээ Переживаем за пса, как будто, знаете, только что его купили И он должен отработать свои деньги Так, до первой базы успел добежать Отлично Не знаю, GCR как-то, блин, вообще Слишком рано накидывает Пьющик старается, конечно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Песику попить Вы тоже попейте Чувствуется напряжение, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый страйк Второй страйк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... Ну, это уже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж так, вот прям рано Вот, ну, чуть-чуть Так прям хочется сказать, ну, подвигайте вы, отбивающего, ну, подвигайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА